Привет, друзья! В этом видео вы увидите мини-дом из контейнера. Дом очень компактный, но при этом он вмещает в себя все самое необходимое. Это и кухня-гостиная, и спальня, и ванная комната. Ну а более подробно про дом вам расскажет Галина. Здравствуйте, меня зовут Галина. Это мой домик из 45-футового контейнера. Я хочу вам немножко рассказать о нем. Как у меня родилась эта идея? Построить дом из контейнера. Мой участок очень сложный. Я, когда приобрела его, хотела построить маленький миниатюрный домик метров на 70-80, чтобы вот этот холм плавно переходил в мою крышу с травкой. И в итоге я посчитала стоимость этого проекта. Очень дорогая подпорная стена, очень дорогой фундамент. Фундамент вышел, ну, примерно, по расчетам, примерно столько же, сколько мой этот домик, который я построила, готовый. На дворе март, и мне хочется вкусить дачного отдыха. И я подумала, что же делать? Нужно быстро, что-то стильно, как я хотела, необычно. Какой-то домик, и что бы мне хватило денег. В итоге мой приятель говорит, Галя, а ты не хочешь ли попробовать дома из контейнеров? Я подумала, какая-то странная, бредовая идея, взять, построить дом из контейнеров. Посмотрев на разных сайтах за границей, что делать из мазких контейнеров там, я поняла, что это классный, очень недорогой, стильный вариант дома. И что я успею к июню, в месяц, а может быть, к маю даже построить его. Во-первых, мне подкупил тот момент, что абсолютно не нужен фундамент. Если вы хотите регистрировать это как строение, то можно поставить на сваи. Но я поставила на 6 блоков ФБС, и прекрасно это держится, стоит. Мне очень понравилась прочность конструкции. Там эти ребра жесткости, по-моему, 6 мм толщиной. Если выдерживают несколько контейнеров друг на друга, можно поставить, то это просто суперпрочная конструкция. Это раз. Мне также понравилось то, что я могу этот домик в любой момент продать. Просто взять, увезти его краном, поставить в какое-то другое место. Например, я передумала, мне надоело, я хочу ставить побольше домик какой-нибудь. Я вообще в тот момент хотела эмигрировать и подумала, вот уеду я в нужную мне страну. И заберу вместе с собой домик, вместе с вещами, которые я нажила. И это тоже нужно для переезда тратить деньги. А тут все два в одном. Габариты контейнера. Правда, у меня язык уже не поворачивается назвать его контейнером. Я считаю это миниатюрным, панорамным, классным домиком. Габариты 13,5 метров в длину, 2,800 в высоту и 2,600 в ширину. Как я выбирала контейнер? Во-первых, это не новый бэушный контейнер. И в основном люди, которые строят из комарских контейнеров, поступают так. И вообще его можно купить совсем недорого. Например, у вас здесь панорамное окно, а там как раз вмятина. Вам на руку вы вырезаете все равно этот проем и экономите на покупку контейнера. Уровень радиации несложно проверить. Существует специальный прибор для измерения радиации. Внутри показалось даже меньше, чем снаружи. И контейнер был годный для использования. Там немного нужно было зачистить, где-то обработать антикоррозийным покрытием. Вот, как вы видите, покрашенную черной краской по металлу. В принципе, ничего сверхъестественного в обработке нет. И это прочная конструкция, которая может служить очень долго, если вы правильно используете и следите за металлом. Из чего сделаны стены в этом домике? Это ультрасовременное напыление на основе пенополиуретана. Такая взбитая пена, она не создает никакой точки росы, плотно прилегает к металлу и очень классно держит тепло зимой. Толщина слоя 10 сантиметров. Дальше идет гипрок здесь и потолок тоже гипрочный. Пол тоже утеплен, толщина утепления 10 сантиметров. Дальше идет ЦСП и укладка ламината. И вот вдоль всего-всего дома 10 сантиметров такая вот полоска пола инфракрасного. Вот, кстати, немножко видны небольшие дефекты, небольшие мятинки. Но это, в принципе, на качество металла. На качестве металла никак не отражается. По поводу крыши. Она такая скатная, выпуклая немного. И осадки стекают сами по себе. Там ничего особенного делать не нужно. Просто антикоррозийная какая-то обработка. Весь домик утеплен по всему периметру, по всей площади. Толщина утепления 10 сантиметров. Крыша тоже. Вот такой нехитрый фундамент. Это блоки ФБС, которые держат этот контейнер в четырех точках. И он великолепно себя чувствует. Это вытяжка в туалете. Такая же над плитой существует. И две точки приточно-вытяжной вентиляции. В одной стороне контейнера и ниже в другой, чтобы воздух циркулировал. Почему я решила сделать обрамление окон вот таким способом? Во-первых, я очень экономила на этом доме. И использовала все, что у меня есть под рукой. Под рукой у меня оказались вот такие вот толстые доски. И нужно было как раз закрыть щели между дверью и самим контейнером. Ну, чтобы вода не попадала, чтобы было красиво. И я считаю, получилось очень даже замечательно. Вот мы вошли. Слева прихожая. Вот такая функциональная. Все помещается. Здесь какие-то полочки. Там бойлер углу. Разделись. Посмотрели на себя в зеркало. И проходим в санузел. Санузел небольшой площади. Но помещается абсолютно все. Стиральная сушильная машинка. Вот здесь вот. Это душевая. Ну, и все остальное, все есть. Небольшой теплый пол. А вода у нас центральная в этом садоводстве. А канализация утепленная на метр с лишним глубиной. И уходит в септик. Проходим в кухню-гостиную. Здесь есть все. Пространство может быть не такое большое. Но здесь есть все. Микроволновка, холодильник, вытяжка, варочная панель на две конфорки, раковина. Планирую поставить посудомойку. Вещание в доме точечные светильники и подвесные светильники над обеденной зоной. Моя любимая обеденная зона. Такую лавочку мне сделал мой мебельщик. В принципе, здесь можно поставить небольшой раскладной диванчик. И тогда в этом домике поместится 6 человек. Огромное панорамное окно, трехметровое. Очень люблю это место. А еще я очень люблю делать какие-то интересные штучки изделия из керамики. Здесь я сгончарила вот таких три светильничка. И вообще, изначально я хотела сделать как будто в лимонном таком стиле этот задекорировать. Но отчасти это получилось. Вот лимончики на этой огромной тарелке тоже расписаны. Зона отдыха ребенка. Двухъярусная кровать икеевская. Это место для работы или отдыха, не знаю. Здесь можно кинуть какой-то большой пуф, читать книжку, смотреть в окошко. Если двое детей, можно, например, их обоих здесь расположить с комфортом. Поставить двухъярусную кровать. И нам надо было как-то разделить зону обеденную от зоны отдыха детей. Это такая вот, можно сказать, панель или как это назвать. Такое условное зонирование. Проходим спальню. Спальня в районе 6,5 квадратных метров. Но имеет такое панорамное окно в пол. Светлые тона. Это все не чувствуется, что такая маленькая спальня. Здесь очень комфортно находиться. Высота потолков 2,5. А ширина, общая ширина контейнера получается изнутри 2 метра 15 сантиметров. Изначально я хотела сделать комбинированное отопление. Подвесить какой-то красивый каменчик. Либо мини-печь какую-то сделать. И параллельно инфракрасный пол. Но потом мне пришла идея сдавать этот домик посуточно. И подумала, что это может быть не очень безопасно. И теперь у нас отопление только электрическое. Возможно, это не так дешево. Получается месяц зимой, когда все включено. И люди используют все. У нас тут и стиральная сушильная машина, и 2 конвектора в самый мороз. И пол инфракрасный. И все горит и светит. Получается в районе 6-6,5 тысяч в месяц. Стоимость контейнера. Во-первых, это 45-футовый контейнер. Они более редкие, чем 40-футовые. Но они длиннее на 1,5 метра. А здесь в данном случае это у меня решало все. Иначе не было бы вот этой зоны отдыха для ребенка и рабочего места. Поэтому я выбрала 45, а он немного подороже. Где-то в районе 150-180 тысяч стоит. Чтобы доставить до места, нужен кран. И нужна шаланда. Доставка стоит в районе 20-22 тысяч. Ну, там зависит от того, откуда вы его везете. Собственно, это все расходы по доставке и сам контейнер. А начинка уже вместе с кухней мне стоила, и с доставкой, и с контейнером. Все вместе мне стоило 1,3 миллиона примерно. После того, как я построила вот этот первый дом, я увидела, как люди интересуются этим моментом, этой необычностью, необычной конструкцией. Люди стали приходить, узнавать, что как. Мы заселяемся, мы тоже хотим быстро домик. Ну, как у вас здорово. Вот, и я решила продолжить эту тему. Построила еще один, он немножко другой по дизайну. Я бы сказала, совсем другой. И по планировке. И, честно говоря, я приглашаю всех, кто хочет пожить, протестировать, попробовать. Зимой, летом, когда угодно, пожить в этом доме, понять, насколько здесь комфортно, насколько здесь необычно. Эти панорамные окна, конечно, всех подкупают. На букинге люди пишут. О, так классно, так необычно. Мы смотрим эту панораму, это окно единения с природой, что-то такое. В общем, эта тема пошла, эта тема понравилась, и всех приглашаю. Если вам понравился мой домик, я с радостью сделаю для вас такой же, либо немножко другой, в зависимости от ваших пожеланий и состава семьи. Звоните, пишите. Вот наш сайт. Друзья, мне очень интересно узнать ваше мнение по этому дому. Если это видео вам было интересным, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Удачи!